Всем привет! Меня зовут Вита. А я Кристина. И это вторая часть нашего путешествия из Пекина. И если вы не смотрели первую часть, то проходите по ссылке в описании. Там мы рассказываем, почему мы из нашего маленького городка Хорень приехали на 10 дней в Пекин. Ну а мы продолжаем! Субтитры делал DimaTorzok Это район Америки. Такие все такие домики. Мы там в одном домике, это детский сад, и мы там преподавали по 10 минут каждое, показывали свои навыки, и нас хотят нанять. Но мы не хотим, потому что на самом деле очень круто, но далеко от дома и от метро идти пешком, и поэтому мы решили, что нет. И хотим вернуться в нашу школу в Хорень, даже если это и Пекин. А это вход в этот комплекс, где живут богачи, вот он просто громадный. И мы идем на метро, и типа и лично, потому что нужно его обойти, этот комплекс, вокруг. Так как в Пекине очень много автобусов, на остановке стоят всегда специальные люди, которые останавливают только те автобусы, которые нужны. Для Тани. Безумно красиво, как будто ты в Нью-Йорке. И мы вышли из-за метро, и как-то зашли в это здание, короче, в итоге вышли из него. Мигодница. Это очередь на метро. Как говорили мы в предыдущем видео, что мы приехали в Пекин, чтобы набраться опыта у других преподавателей обучению детей, как маленького возраста, например, это было в тренинговом центре. А теперь нам повезло, и мы попали в университет, пекинский университет, где проходил зимний лагерь для школьников, приехавших с Гуанчжоу. Этот зимний лагерь подразумевал собой уроки английского языка, и учителя были из США, и мы вместе со школьниками ходили на их уроки, тренировались, как вести уроки, как это правильно делать. И жили мы вместе со школьниками в одном кампусе. Но после обеда нам можно было не посещать занятия, а посещать интересные места в Пекине. В этот день нас поселили в общежитии, где живут студенты Пекинского университета. И после обеда мы отправились в оперный театр. Я в университетском общежитии, тут в маленькой комнатке живет 4 человека. Ты заходишь, и у каждого... Мы сейчас живем в пустой комнатке. У каждого свое рабочее место. Вот рабочее место и кровать. Вот, это нам дали постельное и все такое. И мы будем здесь жить. Вот так живут студенты в Китае в общежитии. Тут, в принципе, достаточно рабочего места и, в принципе, вот кровать. Но единственное, что, блин, комнатка маленькая, тут живет 4 человека. 4! И я понимаю, что их просто очень много. Но здесь тепло, мне это радует. И я себе поселила 2, потому что тут очень жестко. 2. И тут все очень пыльно, надо вытирать. Студенческая столовая. И она просто огромная. Вот так по всему периметру идет еда. Выбирай, что хочешь, и стоит недорого. Всякая еда. Студенты сидят. А мне еще банан дали. Мы бесплатно кушали. Но бесплатно можно не все брать. Но все равно прикольно. И за это спасибо. И так далее. И, короче, она просто огромная. Всем привет из Пекина. И мы в оперном театре. Куда мы идем? Куда мы идем? Ну... Запретный город. Запретный город. А будем проходить какую площадь? Тяньаньмэнь. Тяньаньмэнь. А только что... У меня свой экзамен? Да, а только что мы где проходили? Оперный театр. Вот. После оперного театра мы снова прошлись по площади Тяньаньмэнь. Когда ты заходишь на эту площадь, тебе приходится проходить через досмотр. То же самое находится у них в метро, например. Тебе нужно пройти через металлоискатель и так далее. Ну а вечером мы отправились на пекинскую телерадиобашню. Продолжение следует... Продолжение следует... Это видео-репортаж из Пекина. Мама, мы сейчас идём домой, домой идём. А где наш дом, где мы живём, расскажи. Мы живём в общаге универской. Если ты шапочка, дурашечка. Кстати, холодно, мы тут в перчатках, в шапках. А то нам не видно такие. Нет, совсем не холодно. Нормалёк. Было бы тут влажно, тут, наверное, вообще пипец был бы. Я бы не выходила никуда. Но иногда с трудными шапками, если. Женщина не танцует, женщина не танцует. If you happy 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 clap your hands. If you happy 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 clap your hands. Baby you can drive my car. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All what fun it is to ride in one horse open sleigh. Слая зелёный свет. А мне кажется, это было в Нью-Йорке. Почему бы пришли в Грисе? Не знаю. Я сошла с ума, я сошла с ума, мне нужна она, мне нужна она, мне нужна она, мне нужна она. Будем потом смотреть эти видео, вспоминать и плакать. Ну, не знаю, не плакать, но нам будет весело. Кристи, зеленый, быстрее бежи! Кровать. Еще одна кровать. Кристина. И три метра вниз. Вот так вот выглядит комнатка студента китайского. Во лучах света. Живя в Китае, могу чуть ли не каждый день говорить, но на новом месте выяснить все же не вести. Это была вторая часть из Пекина. Если вы не смотрели первую, обязательно переходите и смотрите. Ну, а в следующую пятницу будет уже третья часть из Пекина. Так что увидимся с вами в следующую пятницу. Пятницу-развратницу! Пока! Чик! Чик! Это мы так и до завтра не дойдем! Я понимаю, что мы возле оперного театра, мы прикрутили. А-а-а! loооооооооооねぇ... Он unten подбрая via... сделать пекина, ну да... Продолжение следует...